От пациентки. Полтора года назад начались проблемы. Боль выше пупка слева. Данная КТ года назад. В анамнезе болезнь крона тонкой кишки. Резекция леоцейкального угла и части тонкой кишки с множественными структурами. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациентке 26 лет. Дата исследования – 5 марта 2020 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство, энтерография. При анализе результатов использованы построения в аксиальной сагитальной и фронтальной плоскостях. Представлена только венозная фаза сканирования, что крайне затруднила трактовку результатов исследования. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен, эвакуация жидкого контраста, своевременно без особенностей. Печень размером КРП 143 мм, КРЛ 94 мм, контуры четкие и ровные. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без ржа контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна. Справа чашечки до 10 мм. Лоханка 38 на 16 на 42 мм. Мочеточник расширен до 12 мм выше перехлеста с подвздошными сосудами. Ниже мочеточник не расширен. Отсроченная фаза сканирования не представлена. Слева чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Визуализируются единичные парартериальные лимфоузлы размером до 11 на 8 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Тонкая и толстая кышка контрастирована на всем протяжении. В правой подвздошной области определяются участи локального утолщения стенок тонкой кишки до 7 мм. Признаки стеноза тонкой кишки на протяжении 40 мм. Также определяется слабо выраженный симптом расчески. В левой подвздошной области стенки кишки также утолщены на отдельных участках до 9 мм. КТ-признаки отека жировой клетчатки вокруг кишки не выявлены. Заключение. КТ-картина гипотомигалии за счет левой доли уритера каликопиола эктазии справа. Минимальной лимфоидинопатии живота. КТ-признаки локального отека стенок, венозного полнокровия брыжики, формирование участка стеноза стенок тонкой кишки, что характерно для болезни Крона. Рекомендована консультация гастроэнтеролога-уролога. 26 апреля 2021 года доцент кафедры КМН Кот-ФМА. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование представлено не в полном объеме, из 3-4 стандартных фаз сканирования представлена только одна, что конечно же все затруднило. Есть увеличение печени за счет левой доли, что бывает при воспалительных процессах. Нарушен оток мочи из правой почки, это все может давать боли в правой половине живота. С тонкой кишкой также не все гладко, стенки ее на отдельных участках неравномерно утолщены. В правой подвздошной области, участок локального сужения кишки, венозный застой в брыжейке кишки, это характерно для болезни Крона. В целом вам имеет смысл повторить исследование, вот это большой срок и в кишке все могло измениться. Вопрос пациентке. Спасибо большое за подробный анализ. Можно вопросиков пару? На этом КТ-синдром уилки есть или не видно, как в КТ, которое я присылала. Болит только вверху слева уже полтора года, что там может болеть, есть ли там какое-то утолщение или может застой в брыжейке болеть. Ответ к МН. Котова ММА. Циркомфлекс. Уилки все же более правильно смотреть в артериальную фазу сканирования, но и здесь аорта-мезентериальное расстояние маленькое, 6 мм. Слева, на 3 см выше крыльев подвздошной кости, есть участки утолщенной стенки тонкой кишки. Венозный застой дает скорее чувство тяжести, неудобства. Боли может давать отек стенки кишки, ее стеноз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА